Прокажённый 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 Вдали, уснув лежали братья Несчастье горького, друзья Имсон короткого мгновения На миг дарил успокоение Поднялось солнце День настал Что он нам даст Никто не знал Друзья, поднявшись в путь, пошли Я, как и прежде, отставал Картины мрачного конца Врывались снова к нам в сердца И как и раньше, жаркий зной палил нас всех. И мне порой казалась жизнь жестоким сном, клубком мучений. Но потом я с удивлением заметил, как нас в дороге кто-то встретил. Его в пути остановил тяжелый вопль моих друзей, их крика помощи молил. «О Иисус, сын Давидов!» Они вторили каждый раз. «О, исцели! Помилуй нас!» Невдалеке от нас стоял, и со страданием молчал какой-то путник. Я не знал, кто он, и также не посмел кричать с друзьями вместе. Только взглядом, в надежде, ставшись с ними рядом, с мольбой смотрел ему в глаза. И взор его внезапно встретив, я вздрогнул вдруг, когда заметил, с какой нежной теплотой он на меня смотрел так просто, а в сердце боль проникла остро, ведь в душу вникнул этот взгляд, где все узрел и прочитал. И с болью в сердце он узнал, когда Творца Небеса смерти я темной ночью умолял. Он видел все, и то проклятие, о чем ему хотел сказать я, но нужных слов не находя, он и без них понял меня. Идите, покажитесь священнику. И мы ушли. Но я, друзья, уже в пути спросил о нем, кто он, скажите. И из них ответил мне один, то Царь, Мессия, Божий Сын. Мне непонятно до сих пор, как это все произошло, но боль, страдания и позор внезапно мигом все прошло. В себе почуя исцеление, я замер в сильном изумлении. Пропали мигом сердца муки, здоровый тело, ноги, руки. И крик взлетел в небес покров. Творец, Творец мой, я здоров. Горло сжалось, в слезах потоком и прорвалось все, что в душе своей имел. Мне трудно это объяснить. К стыду скажу, я не умел, я не умел благодарить. Кричали, плакали друзья со мной вместе. Ну а я в неописуемом волнении обратно быстро побежал. Я знал, что делал. Да, я знал. Я побежал тогда к Мессии. И он меня как будто ждал. Обняв его святые ноги, я громко плакал и рыдал. И что-то оговорил о Боге. И снова, снова повторял не в красноречии словах, но в благодарности слезах. Я говорил слова простые, но с тихой грустью прозвучал вопрос. А где же остальные? Мне стало больно в этот миг. Я вспомнил вдруг об остальных. Я вспомнил, как они просили. Но чтоб прийти к нему, склониться, склонить сердца свои и лица, со мной вместе позабыли. Вздохнул, меня он отпустил. Но перед тем благословил. И как на крыльях я потом летел обратно в отчий дом. Отчасти я летел, как птица. Я представлял родные лица, восторги, встречи и объятия, отца и матери и братьев. И крики радость на устах, и слезы счастья на глазах. И снова слилось все в одном. Скорее в родной вернуться дом. И вот и пришел я. Ну а там родные в первое мгновение своим не верили глазам. Не передать мне радость их, знакомых и друзей моих. Немного времени спустя желание крепкое меня подняло в путь, в Иерусалим, где перед Господом святым мне захотелось помолиться, в великом храме преклониться, воздать хвалу Творцу и Богу. И снова в дальнюю дорогу в великий город я пошел. Мой путь мне все напоминал. Те дни и страшные мгновения, когда от жуткого мучения я постепенно умирал. Вот место то, где я молился, где с болью Бога умолял, чтобы смерть скорее мне послал. Ну вот вдали глазам моим предстал с величием святым наследие древних отцов, краса земли, Иерусалим. Он вновь стоял передо мной, и я, смешавшийся с толпой, к нему, как прежде, приближался. С народом вместе я спешил, и был немного удивлен, когда вдали увидел три креста. Кто там был распят, я не знал, и поскорее поспешил, и тихо у людей спросил, кого там на кресте распяли, но только мне не отвечали. Потом лишь прошептал один, то царь, мессия, Божий Сын. Я верить не посмел ушам. Ушам не смог, но вот глазам, возможно, разве позабыть его лицо. Лицо родное, такое близкое, святое, взять, оплевать его, избить. И застонал я. Боже мой, что они сделали с тобой? Кто мог пробить гвоздями руки твои? Кто мог тебя казнить, когда ты жизнь умел дарить? Ну а теперь ты жизнь бесценную отдал кому? Толпе людей презренной, кто только что тебя поднял в мучении страшном над вселенной. Мой взор туманился от слез. Я застонал, о мой Христос. И больше говорить не мог, лишь повторял себе, о Бог. Сплетенный в стернея венец чело извил. Сплетенный в стернея венец чело извил. Но вздрогнул я, когда в небес простор глядя, он закричал. Отец! Отец! Зачем оставил ты меня? Померкло солнце. Тьма сошла. Народ бежал. Остался я. Откуда взялось то томление, в душе и сердце я не знал. Но преклонив свои колени, сквозь слезы с болью прошептал. Господь мой Бог, Творец вселенной. Молитве слабой, но священной немли. Внемли в святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием распял креста, царя, царей. Когда смерть я взывал, он, он вместо смерти жизнь мне дал. И жизнь эту принимая, ее тебе я возвращаю. Навек отныне, Боже мой, я раб крестов и раб я твой. Аминь. Аминь.